Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Ирина Викторовна Серая, врач-дерматолог-косметолог. Здравствуйте, Ирина Викторовна! Здравствуйте! Сегодня поговорим о косметологии, пигментации, хронной фотостарении, но хотелось бы начать с самого начала. Ирина Викторовна, что сегодня представляет собой косметология? В настоящий момент косметология – это вполне себе наука, потому что она занимается именно эстетическими проблемами человека и обладает большим арсеналом методик для решения этих эстетических проблем, задач. И в науку она уже определилась в 2009 году, у нас был принят приказ, и косметология именно определилась как терапевтическая и хирургическая косметология. Поэтому в терапевтическую косметологию, которую я представляю, входят различные использования наружных средств для лечения каких-то задач и решения задач по коже. Это также есть косметология физиотерапевтическая, которая использует аппаратные методики. Это косметология инъекционная, которая использует, ну, все, наверное, слышали, что такое контурная пластика, ботулинотерапия, биоревитализация. И отдельно совсем стоит, это уже косметология хирургическая. Поэтому это очень большой пласт, наверное, информации, которым обладают врачи, которые работают с пациентами. Ирина Викторовна, а можно ли самостоятельно решить, какая процедура тебе необходима, в каком возрасте? Ну, сейчас в эпоху интернета многие так и решают, что они хотят. Но, конечно, я как врач, представитель все-таки врачебного сообщества, хочу сказать, что самостоятельно можно определить проблему. А за решением, конечно, лучше обратиться в клинику, к врачу обратиться. Потому что, чтобы стать косметологом, нужно закончить институт, потом пройти ординатуру по дерматовенерологии, потом пройти обучение по косметологии, и тогда ты становишься только специалистом, врачом, косметологом. Поэтому это довольно длительный процесс, большой багаж знаний, который помогает уже на вашу проблему ответить именно своими знаниями. Ирина Викторовна, давайте разберемся детально, что такое хроностарение и фотостарение. Ну, эти два понятия сейчас идут рука об руку. Хроностарение – это естественное старение. Оно как раз вот это старение в связи с возрастом, появление морщин, пигментации, птоз, вот изменение овала лица, изменение сосудистого рисунка. Это хроностарение. Оно, конечно, при правильном образе жизни, при отсутствии вредных привычек, мы можем немножко отсрочить хроностарение, выглядеть хорошо в возрасте, в любом. Фотостарение все-таки это старение, которое вызвано ультрафиолетом солнечного излучения. И, как правило, оно бывает уже после 30 лет, когда обращаются пациенты с нарушением пигментации и с потерей эластичности и упругости кожи под действием солнечных лучей. И с фотостарением мы с успехом работаем, потому что еще регенераторный потенциал кожи довольно высокий и можно успешно решать многие задачи фотостарения. Что такое пигментация? Насколько сложно в том или ином случае ее корректировать и с ней работать? Ну, во-первых, все знают, что такое пигментное пятно. И оно бывает в молодом возрасте, это веснушки, и в уже зрелом возрасте, например, возрастные пигментные пятна. Может быть, пигментация, которая образуется из-за солнечных лучей. Загар – это та же самая пигментация. Но пигментные пятна иногда, конечно, доставляют массу хлопот, и с ними можно бороться, с успехом. Но в зависимости от того, какая это пигментация, солнечная, а может быть, она гормональная, а может быть, она возрастная, разные методы применяются от этого. Вот таким образом. Профилактика появления пигментных пятен? Профилактика пигментных пятен – это в первую очередь ограничение нахождения на активном солнце. Но если вы все-таки на солнце находитесь, то это использование средств с СПФ-фактором. Также в летнее время не нужно делать инвазивные процедуры, лазерные шлифовки. Это не то время, потому что они все будут стимулировать выработку пигмента. Все процедуры при работе с пигментом выполняются в холодное время года. Помощь здесь большая идет нашего медицинского потенциала. Это начиная от пилингов и заканчивая лазерными и фотометодиками. Также применяются средства домашнего ухода обязательно, которые пигментацию осветляют. И, конечно же, определенные есть ограничения во время работы с пигментацией. То есть не применяются препараты тетрациклинового ряда, противогрибковые препараты, определенные препараты, которые женщины гормонального плана применяют. И также ограничение, конечно, потребления препаратов группы В. Ирина Викторовна, влияет ли питание на появление пигментных пятен? Ну, вообще, как таковое питание не влияет. Но если есть избыток железа в организме, то при работе с пигментацией мы делаем скрининг-анализы. И, конечно, смотрим на то, если есть повышенное содержание железа, то мы просим пациента ограничить потребление красного мяса, желтков, моркови, свеклы, красных и желтых фруктов. Как в домашних условиях ухаживать за пигментацией и построить вот именно домашний уход? Ну, вообще, очень много домашних сейчас отбеливающих различных линий. Мы их также назначаем. В основном это все линии, направленные не именно на отбеливание, а именно на уменьшение продукции меланина. Это средство содержит азолаиновые кислоты, коевую кислоту, арбутин. Все остальные средства, которые более активны, все-таки нужно использовать в клинике. Врач это будет самостоятельно делать. А дома, да, назначаем домашние препараты. Но тоже желательно, чтобы они все-таки были профессионального плана. Сегодня мы говорим о пигментации. Безусловно, не можем обойти вниманием солярий. Вот все-таки да, нет. Вы как относитесь к солярию? Однозначно нет. И вообще не понимаю, почему такая методика до сих пор имеет место быть. Потому что если мы посмотрим спектр ультрафиолетового излучения, он состоит из трех видов лучей. Лучи – это УВЦ, УВБ и УВА лучи. Вот УВЦ лучи, они не доходят до земной поверхности. УВБ лучи повреждают поверхностные структуры кожи, вызывая ожог. А вот УВА лучи, они как раз проникают глубоко в кожу. И они ответственны как раз за такое заболевание, страшное, как меланома. Так вот, в солярии как раз стоят в основном лампы, в которых УВА лучи. И их излучение в десятки раз превышает излучение естественное. То есть, если вы 20 минут побыли в солярии, это как несколько часов на активном солнце. И пока УВА лучи не зарекомендовали себе как лечебные лучи. Поэтому это очень опасно для кожи. Плюс это, конечно, фотостарение. Оно будет накапливаться постепенно. Сразу человек не увидит повреждения. Через несколько лет повреждения будут видны. Некоторые лечат акне в солярии. Но это тоже неправильно. Потому что акне лечится не ультрафиолетовым спектром, а видимым светом. То же самое касается маскировки. Но сейчас маскировку можно делать прекрасными автобронзантами. Это будет безопасно. И еще я хочу сказать про солярий, что его вред выше даже, чем вред от рака у курильщиков. То есть, если вы будете посещать солярий, вероятность рака именно кожи на 75% повышается. Это очень серьезный показатель. И здоровая кожа – это сейчас не кожа загорелая, а кожа, которая пышет здоровьем, наверное. С минимумом косметики. С минимумом косметики. Сияющая, светлая кожа, ухоженная. Ирина Викторовна, спасибо за интересную беседу. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok